Привет, друзья, это Ирина, и добро пожаловать снова на мой канал, и добро пожаловать в видео, которое я ни разу ещё не снимала. Я купила свою первую дизайнерскую сумку, и я решила вам её показать и рассказать про неё, и это прямо очень волнительно. Я довольно давно присматривалась к сумке, потому что я думала, что хочу, пора купить что-нибудь прямо бренда, симпатичное и классное. И я довольно долго смотрела на разные сумки, я смотрела цены, потому что они сильно дороже того, что я обычно могу себе купить. Но просто мне кажется, что в какой-то момент хочется качественную красивую сумку, которая прослужит вам много лет, поэтому я решила, что время пришло. Я довольно долго смотрела на разные марки, я смотрела, какие стили мне больше нравятся, ну, как бы, опять же, я смотрела на ценник, потому что у меня была мысль про сумку Шанель, ну, вот я имею в виду, такая классическая сумка Шанель. Я посмотрела цены, всплакнула, вот, и начала смотреть что-то более реалистичное. И в какой-то момент я остановила свой выбор на марке Сибай Клоя, я поняла, что мне нравятся все модели этих сумок. Там есть разные расцветки, там есть разные дизайны, разные размеры. Я поняла, что в целом вот Сибай Клоя, у них есть вот это классное кольцо на сумке, и я поняла, что оно мне очень нравится. Я поняла, что я буду смотреть из этой марки. То есть я смотрела за одно и другие, но вот моим приоритетом была именно Сибай Клоя. Я смотрела на разных сайтах, в целом я покупала в интернете, и мне кажется, что это немножко проще, чем ходить по магазинам, потому что, опять же, это моя первая такая дизайнерская сумка. Я себя немножко неуютно чувствую в магазинах с дорогими сумками и дорогой обувью. Мне всегда неловко подходить и, как бы, там, смотреть на ценник, поэтому мне намного комфортнее дома спокойно посмотреть через интернет. И я могу это вам полностью рекомендовать, потому что, во-первых, вы можете спокойно посмотреть на сумку. Потом, что делала я? Я гуглила модель этой сумки и смотрела, например, разные образы с этой сумкой. То есть, например, в Инстаграме вы можете посмотреть, кто как носит эту сумку, чтобы понять, насколько, как бы, она вписывается в ваш гардероб. Потому что, наверное, месяца 4 уже назад это видео не пошло на мой канал. Я его сняла для вас, потому что я сделала несколько заказов в рандеву, и я купила 3 сумки и 2 пары обуви от Катипери. Они мне очень понравились, и я их купила. Они были такие хорошенькие в интернете, я их заказала. Сколько раз я с тех пор носила их? Я носила всего одну пару обуви из всего этого один раз. Все. Я сняла для вас видео, но я его по ошибке удалила в какой-то момент. Я, возможно, пересниму это видео, просто чтобы вам все это показать. Оно миленькое, и у меня есть фидбэк насчет обуви, которую я там заказала. Но я к тому, что очень важно понимать, насколько эта сумка вам нужна. Потому что, вы знаете меня, я люблю все лакированное и красное, и яркое, и маленькое. И как бы я это просто обожаю, но я думала рационально. То есть, насколько я смогу это носить в будущем. И я поняла, что маленькие сумочки очаровательные, но на каждый день мне нужно что-то, куда влезет много сумок. Давно всегда даже подруги смеются. У меня всегда с собой большая сумка, потому что я с собой тащу очень много бракла всегда. То есть, ну, помимо там телефон, паспорт, ключи и так далее, иногда я беру с собой просто вот небольшую такую штучку для банковских карточек. Чаще всего я беру с собой целый кошелек. Плюс я всегда ношу с собой зонт. Иногда я ношу с собой, там, я не знаю, какой-то батончик перекусить. В общем, мне нужна большая сумка. Я поняла, что намного рациональнее мне будет на каждый день взять что-то вместительное. Дальше я думала насчет цвета. И я поняла, что мои основные цвета это бежевый, коричневый и черный. Потому что это цвета, которые я на самом деле чаще всего ношу в одежде. Либо это цвета, которые будут очень хорошо сочетаться с чем угодно, что я ношу. Я не так часто ношу что-то, я не знаю, яркое. А если ношу, наоборот, мне нужна какая-то сумка, которая не будет по цвету как бы противоречить тому, в чем я одета. Итак, переходим ближе к делу. Я заказала на сайте Рандеву. Я вам потом расскажу немножко больше про процесс заказа, выбора и где еще можно посмотреть разные сумки. Итак, волнительный момент. Вот, характерная Сиба и Клоя. И у вас нет сомнений, что вы держите то, что нужно. Итак, вот, вот эта сумка. Ой, это так увлекательно. Вот она. Она черная, она золотой отделкой, потому что, опять же, я чаще ношу золото, поэтому я подумала, что это будет абсолютно логично. Мне так понравился этот дизайн. То есть я поняла, что для меня это абсолютно оптимально. Это модель, которая называется Джоан, и это более маленькая, как бы, Джоан Смол, то что называется. Это более маленькая версия этой сумки. Но мне больше не нужно. То есть для меня это вот абсолютно комфортный размер. Она не слишком маленькая, она не огромная. Опять же, я сама очень маленькая, на мне большая сумка зачастую смотрится нелепо. Вот, это оптимальный размер. Вот это классное готово, оно мне так нравится. Вот, вот, вот вся красота. Мне просто настолько нравится кольцо, что я такая, я хочу именно его. Итак, само кольцо открывается. Вы можете открыть вот эту верхнюю часть. Сюда влезет что-нибудь небольшое. Например, не знаю, там, паспорт или проездной. Но что-то такое, что вы не будете постоянно доставать, потому что вы не будете постоянно ее открывать вот как бы с этим вот. Я даже не знаю, буду ли я там что-нибудь носить. Сама сумка кожаная. Это замша. Вот эта часть. Мне также нравится, что два разных материала есть на этой сумке. Она смотрится благодаря этому вот так немножко поинтереснее, пофактурнее. Есть небольшая ручка, чтобы носить либо в руках, либо как бы на локте. Вот, и есть более длинная ручка для того, чтобы носить сумку, соответственно, как бы. Она по идее называется crossbody, то есть ее нужно носить как бы вот так по диагонали, ну, либо, естественно, просто на плече. Я, наверное, буду носить ее просто на плече. Я больше люблю носить сумки именно на плече, а для меня это максимально комфортная вариация ношения. Итак, дальше. Молния как бы тоже вот с такой, с таким классным кольцом. Я не знаю, как это назвать иначе, нежели кольцо, поэтому я буду называть это кольцо. Так, и внутри... Внутри, как вы видите, очень много места. То есть сюда легко влезет все, что мне нужно с собой носить. Тут также есть кармашек на молнии. Вот он. То есть это такое место для паспорта и телефона. Ну, по крайней мере, я обычно нашел паспорт и телефон. Вот он. Так, внутри у нас... Сибай Хлоя. Карта... Видимо, карточка авторизации. Или как это правильно назвать? We invite you to register. Есть... Так, они предлагают мне зарегистрироваться на их сайте. С удовольствием. Так, и вот гирка Хлоя. Также, с другой стороны, есть также кармашек. Вот он. Или даже два. Да, два кармашка. Вот. Попробую показать. Вот здесь и здесь. Два небольших кармашка. Я обычно там ношу зеркальце и помаду. И, возможно, какую-нибудь миниатюрку туалетной воды. Вот. Все остальное пространство довольно большое. Сюда легко влезет мой кошелек. Но довольно большой кошелек. Зонт сюда прекрасно войдет. Ключи, естественно, влезут. То есть сюда можно положить очень много... Бутылка воды легко влезет сюда также. Поэтому сумка очень вместительная. Мне очень нравится качество. И просто все в этой сумке настолько прекрасно. Я ее, конечно, буду носить и... Ну, наверное, я в Инстаграме вам напишу. Как она мне? Но первое впечатление – это просто невероятная красота. Я очень рада, что я выбрала именно эту модель. Потому что я выбирала между несколькими. Но это, безусловно, вот оптимальный вариант для меня. Потому что она, смотрите, она хорошо держит форму. Да, мне кажется, что это оптимальный дизайн и размер для меня. И цвет, опять же. Я довольно часто ношу черное. Либо я ношу что-то бежевое. Но к этому тоже прекрасно подойдет черная сумка. Вот, поэтому я очень... Ну, и как бы дизайн минимальный, но в то же время заметный. Мне так нравится эта классная кольцо. Я прямо не могу с ним. Какое она классное. Вот. Итак, теперь как именно я покупала, как я заказывала. Я смотрела несколько сайтов с такими брендовыми сумками. Я смотрела рандеву. Потому что я знаю и люблю рандеву. Рандеву классная. Я им как бы в этом плане полностью доверяю. Потом я смотрела Бутикру. И также я смотрела сайт Farfetch. Ну, то есть из тех сайтов, которые я смотрела, как-то эти мне показались наиболее интересными. Что мне очень понравилось. Вы знаете, меня, я люблю мои распродажи. И я смотрела именно раздел распродаж. То есть, скажем так, я хотела дизайнерскую сумку, но я не хотела платить за нее полную стоимость. То есть это моя первая такая сумка. И я не знаю, насколько я смогу ее носить. Я не знаю, как она мне понравится. Я не знаю еще в плане качества. Поэтому мне было морально тяжело вот как бы сразу отдать полную сумму. Поэтому я начала смотреть разделы распродаж. Именно на этих трех сайтах разделы наиболее интересные и большие. Поэтому я кину ссылки на все эти сайты. То есть там как бы есть и обычные разделы, но есть распродажи. Я смотрела распродажи, но я смотрела, наверное, месяц или месяца полтора. То есть я следила, потому что там постоянно обновляются сумки. Там что-то появляется, что-то исчезает. И многие сумки там висят вот буквально в течение суток. То есть вот этой сумки уже на сайте рандеву нет. Они иногда появляются снова. То есть я кину ссылку именно на эту сумку, если вдруг она у них появится снова в продаже. Но зачастую они довольно быстро там кончаются. Поэтому я, честно говоря, захожу на эти сайты раз вот там в один, два, три дня. Просто чтобы следить за тем, что там появляется. И там бывают очень хорошие скидки. То есть там бывает там, например, 15%, 20%, бывает 40%. Я эту сумку купила, мне кажется, скидкой 49%. То есть как бы что-то вообще невероятное. Она изначально стоила 36 с чем-то. Я ее купила за 18,450, что для сумки Сибайклой очень хорошая цена. И поэтому за этими сайтами нужно следить. То есть если вы хотите что-то там заказать, то лучше следить за разделом распродажа, потому что там все очень быстро меняется. Один негативный момент, который у меня в этом плане был. Изначально до нее, пока этой сумки там не появилось, я увидела там сумку Фурла. Она была светло-розовая, небольшая, очень красивая. Я подумала, светло-розовая, как бы я тоже смогу сочетать, наверное, с тем, что у меня есть. И это была немножко более импульсивная покупка, потому что сумка была очень красивая. Я такая, я беру. Я ее оплатила, и буквально через пару часов мне позвонили из рандеву. Это был их отдел качества. Они сказали, что мы посмотрели на эту сумку, мы не можем вам ее отправить, потому что она как бы в таком виде, в котором мы не можем продать товар. Поэтому мне вернули деньги буквально за сутки. Вот, это был единственный момент. И в целом как бы тоже хорошо. То есть у них отдел качества настолько хорошо отрабатывает, что вы не на месте понимаете, что там сумка, не знаю, там грязная или потертая, или еще что-то. Они проверяют прежде, чем отправить вам сумку, в принципе. Вот, то есть я, с одной стороны, была расстроена, потому что я хотела эту сумку, с другой стороны, очень хорошо, что они как бы отсекли этот момент. Не знаю, как она попала, в принципе, на сайт в отдел распродаж, как бы почему это не всплыло раньше, но все равно я благодарна за то, что как бы они отследили неохти качества заранее. Вот, поэтому с этой сумкой, с такой скидкой, я тоже очень волнуюсь, и такая большая скидка наверняка с ней что-то не то. Но она в полном порядке, она просто идеальнейшая. Я поношу, я посмотрю, как пойдет дальше. Я не исключаю, что я куплю, как бы, еще этой марки, если мне понравится качество. В общем, я очень довольна. В целом, рандеву мне очень нравится, как бы, как работает их интернет-магазин. Они быстро отзваниваются, они привозят буквально на следующий день. У них очень приятные сотрудники, которые это привозят. Они вам все достают, все показывают, все, как бы, рассказывают. Очень профессиональные, очень приятные. Опять же, я несколько раз заказывала Катипери, и поэтому, как бы, я видела неоднократно их сотрудников. Они все приятнейшие в общении, очень, как бы, профессиональные и хорошо выглядящие. Поэтому рандеву, безусловно, могу рекомендовать. Остальные два сайта я еще не заказывала, Бутик и Farfetch. Если я закажу, я опять же вам расскажу, как будет мой опыт с этими двумя сайтами. В любом случае, кину ссылку на всех в описании к этому видео. И это все. Это, как бы, новый формат видео от меня. Я надеюсь, что оно вам понравится. Если я буду покупать еще какие-нибудь подобные сумки, я вам про них тоже могу рассказать. Спасибо большое за просмотр. Просто это настолько, как бы, важная для меня покупка, что я хотела с вами поделиться. Вот, это все. Спасибо вам большое за просмотр. У меня на губах блеск для губ Colorpop из коллекции All of Storahy оттенок Curvy. Вот, милейший нюд. Так что, да, это все. Спасибо большое за просмотр. Хорошего дня, прекрасного настроения и пока-пока.